Викинги, значит, плывущие в море. Рассекая волны на своих дракарах, они держали в страхе всех врагов на воде и на суше. Кем они были? Где черпали силы, чтобы всегда побеждать в битвах? Правда ли, что ими руководили женщины? И куда бесследно пропали эти средневековые скандинавские мореплаватели? Шотландия, Мейнлэнд, март 2018 года. Здесь проходит крупнейший в Европе фестиваль викингов Абхелия. В красочном представлении, где участвуют древних скандинавских воинов, участвует 900 человек. Облачившись в костюмы, они поют, пляшут и сражаются на топорах. В кульминации шоу армия ряженых головорезов проходит по улицам с пылающими факелами и сжигает гигантский дракар. Подобные мероприятия проводят по всему земному шару. Викинги занимают важное место в поп-культуре. Их воспевают в книгах и в кино. А в Дании, Норвегии и Швеции этих разбойников и вовсе приравнивают к национальным героям. Как же скандинавам удалось превратить кровожадных бандитов в прибыльный бренд? И почему романтизировать насилие в современном мире считается нормой? Сегодня в программе. Грязная ложь. Зачем викингов выставляют жуткими вандалами? Материальных свидетельств их так называемой жестокости, агрессивности, кровожадности практически нет. Амазонки с топорами. Почему среди скандинавских генералов женщин было больше, чем мужчин? Женщины, допустим, сражались рубахами, свернутыми в жгут с камнем на конце. Кузница богов. Кто вооружал Одина и Тора? Это, вероятнее всего, был как раз тоннель в космосе. Апокалипсис по-скандинавски. Когда наступит рагнарёк? Северное полушарие, где существует такая вифонокия, имеет все шансы погибнуть. Апокалипсис по-скандинавски. Норвегия. Гудвангер. 2018 год. Георг Олаф Рейдерсон живёт в этой небольшой деревушке. Мужчина называет себя потомком викингов. Он выглядит, как суровый седобородый воин в боевой броне и с мечом наперевес. Правда, эксперты говорят, всё это не более, чем набор древнескандинавских клише. Если копнуть, в прямом смысле слова, копнуть могилы викингов, копнуть места проживания викингов и так далее, то, во-первых, мы выясним, что, ну, скажем так, материальных, естественных материальных свидетельств их так называемой жестокости, агрессивности, кровожадности, ну, практически нет. Мало кто знает, но викинги – это даже не нация. Так назывались морские разбойники, которые совершали набеги на соседние государства. По сути, они были пиратами, но более расчётливыми, ведь скандинавы далеко не всегда ограбили иностранцев. Они приплывали в крупный город, и об этом тоже свидетельствует летопись, они велись этому очень культурно, крайне культурно, так, как это поддерживало их торговые интересы. Вплоть до того, что они массово начинают креститься, именно потому, что как бы с христианами охотнее ведут торговые дела. Рогатые шлемы викингов – очередной миф. Нет ни одного исторического упоминания или археологической находки, подтверждающей существование подобного головного убора. Его придумали перепуганные священники, на храмы которых нападали скандинавы. Верующие отождествляли чужеземных воинов с дьяволом. Так возник яркий и запоминающийся образ, полюбившийся голливудским режиссёром. Рога – это атрибут шлемов церемониальных, которые относятся к более раннему времени, чем викингская, и эти шлемы не были боевыми никогда, и только являлись какими-то сакральными церемониальными предметами. Но на боевом шлеме рогов никогда не было. Потому что рога – это неудобно, рога – это лишнее место, рога – это просто опасно для товарищей. Наклонить голову, выбить товарищу глаз – никакой пользы о них абсолютно нет. Викинги даже послужили прототипом железнорождённых из нашумевшей саги «Игра престолов». Они живут в суровых условиях и презирают роскошь, совершают набеги в Эстерос. Хмурые островитяне непреклонны, коварны и напрочь лишены сострадания. Девиз правящего на архипелаге дома Грейджоев – «Мы не сеем». Истории Джорджа Мартина, они достаточно тесно сплетены с реальной историей Земли, и так, как её видят из Европы в основном. В принципе, история железных островов, она в некотором роде повторяет историю викингов, и поэтому, да, очень похожа. И мне кажется, что Мартин вдохновлялся именно, да, северными народностями, когда придумал свои железные острова. Подобно викингам, жители железных островов поклоняются своему собственному божеству, утонувшему богу. Их религиозная кредо «То, что мертво умереть не может», говорит о полном отсутствии страха перед смертью. Всё это напоминает средневековых скандинавов, которые мечтали поскорей проститься с жизнью и отправиться в Вальхалу. Но самое главное – люди Грейджоев – кораблестроители и мореходы. Их ударная сила – флот. Мерсиме королевств, он построен на нашем средневековье. Он очень сильно с ним перекликается. Различие заключается в том, что жрецы утонувшего бога запрещают драться друг с другом. Викинги, как мы помним, резали друг друга только в путь. Правда, в отличие от железнорождённых, викингов считают воинами с гигантскими секирами. В действительности это не так. В клубе исторической реконструкции съёмочной группе программы «Тайный Чапман» показали, каким на самом деле было оружие древних скандинавов. Топоры, которые произошли именно для боя, они все довольно маленькие и миниатюрные. Потому что для того, чтобы нанести серьёзную рану человеку, не нужна большая масса, не нужен большой размер. Тем более доспехов на тот момент на дружинниках было ещё не очень много. И не было задачи во что бы то ни стало этот доспех пробить. Кольчуги викинги не носили. Чтобы не получить ранений, они использовали так называемую «стену щитов» — уникальную конструкцию, которая заслоняла их от врага. Конструкция такого щита позволяла держать щит на расстоянии от себя при необходимости, чтобы пробивающие метательные снаряды, даже выходя из поля щита, не доставали тело его хозяина и находиться в относительной безопасности, даже под градом стрел и метательных копий. Вот. В походе такой щит, даже если после битвы его разрушили, можно достаточно быстро собрать и заново использовать уже с обновлёнными досками, только переставляя рукоять и металлический умбон. Викинги столетиями добывали в своих землях железную руду, а потому были искусными кузнецами. Они владели технологией составной ковки, которую европейцы позаимствовали и использовали вплоть до 19 века. Но создаваемые скандинавами мечи, луки и прощи в основном шли на продажу. Старинные английские миниатюры свидетельствуют о том, что сами морские разбойники дрались обычными копьями. Но почему? Викинги не умели сражаться. Чаще всего они уходили в походы, чтобы подзаработать. В рядах грозного воинства на самом деле были простые ремесленники, земледельцы, охотники и торковцы. Вот так, по мнению датского археолога Лотте Хедегер, выглядел настоящий викинг. Поклонников брутальных воинов его портрет разочарует. На лице никакой растительности, а на теле нет горы мышц. Одет скандинав был подобно типичному средневековому аристократу. Короткая куртка, украшенная петлями, дворянская шапка из шкуры, плотно обтягивающие рейтузы и высокие сапоги. Они обладали действительно богатой культурой, богатой материальной культурой, украшения, которые они изготавливали, оружие. Все это сделано на высочайшем уровне. Все это прекрасное, очень красивое. И не уступает, собственно, ведущим европейским или восточным странам того времени. Лучшие скандинавские воины-берсерки тоже не походили на машины-убийцы. Они не наносили на тела боевой окрас и не сражались полугулами. Хотя молва об их легких победах шла впереди них. Это просто опасные крупные люди, которые достигали, ну, как во всех боевых практиках, видимо, достигают такого вот состояния, когда у них четко связаны только с войной обостренные чувства. Но такого прям прямого упоминает, что от них отлетали стрелы, или кто-то связал берсерка, находящийся в состоянии, был в безумии, бил его топором, а топор его не прорубал, об этом речи быть не может. Вопреки расхожему мнению, древние скандинавы были отнюдь не грязными и вонючими вандалами, а любителями гигиены. Среди артефактов, в местах раскопок, исследователи находят пинцеты и бритвы. В сагах говорится, что викинги мылись каждую неделю. По тем временам это невероятно часто. Находят там какие-то корыцы, ванночки и так далее, и так далее. И если посмотреть опять же по тем же историческим хроникам и прочим, выясняется, что те же викинги были гораздо более чистоплотные в 9-10 веке, чем тогда живущее, скажем так, население Европы в Англии и Франции. То есть это была вполне культурная, чистоплотная нация. Трудно поверить, но свирепые викинги, которые веками держали в ужасе всю Европу, изобрели гребни для волос. Этот экспонат выставлен в Государственном историческом музее в Стокгольме. Он датируется 9 веком. Английский археолог Стив Эшби из Йоркского университета изучил сотни архивов и установил, что подобные расчески брали с собой в походы, а после смерти клали в могилы погибших воинов. Изготавливали их из рогов, благородных оленей и украшали художественной резьбой. Теперь специалисты задаются вопросом, не слишком ли изящно для грубых мужланов? Расчески, причем наличие отдельных расчесок для бороды и для усов. Вот, такие небольшие расчесочки. Вот, да. Потому что, вы понимаете, на самом деле, вот, конечно, все это здорово слушать, то, что они грязные и немытые, но проблема в том, что если ты будешь грязным и немытым в долгом плавании, ты из него не вернешься. Ты там заболеешь и помрешь. Поэтому личную гигиену необходимо было поддерживать. Они ее поддерживали. Испанец Ибрагим Арт Тартучи в своих путевых записках рассказывал о странном обычае викингов – подкрашивать себе глаза. Он видел подобное в датском городе Хэдебю в 10 веке. На базе всех этих открытий современные исследователи сделали вывод, что скандинавские мореходы могли быть женщинами, северными амазонками, которые использовали мужчин для продолжения рода, мелких грабежей и грязной работы. Женщины среди викингов были. Вот. Были поединки женщин и мужчин, да? Хольмганг так называемые. Ну, поединок. Они, правда, были разные, да? И поскольку скандинавы были ребята честные, они давали женщине практически равные условия, даже если она не воин, да? То есть женщины, допустим, сражались рубахами, свернутыми там в такую вот, ну, как бы в жгут, да, с камнем на конце, да? Вот. А против них выходил, допустим, мужчина с мечом и щитом. Швеция. 2018 год. Так сегодня выглядит Бирка, некогда крупнейший центр торговли викингов. Теперь эта местность входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще в конце 19 века ученые обнаружили здесь захоронение необычного скандинавского военачальника. В могиле были найдены сразу два скелета лошадей и целый арсенал оружия. Нож, топор, меч, копье, пара щитов и несколько стрел. О высоком звании усопшего археологам рассказала также игральная доска с фигурками. Подобные использовались при разработке стратегии боя. Но самое удивительное, что рядом с останками воина лежали женские украшения. Проводят историки параллели с известной королевой Астой. Потому что украшения мужские от женских отличаются кардинально. Даже если их костяк найден не фрагментарно, по украшениям можно понять. Фибулы, которые в застежке на женском платье, их мужчины никогда не оденут. В сентябре 2017 года генетики из Упсельского университета сделали шокирующее заявление. Изучив зуб и плечевую кость захороненного воина, они выяснили, что в ДНК останков отсутствует Y-хромосома. То есть могила в бирке принадлежит женщине-генералу. В скандинавской мифологии действительно упоминаются воительницы слабого пола Валькирии. Но лишь в качестве проводников погибших викингов в иной мир. Смотрите далее. Корабль-призрак. В чем секрет уникальности дракаров? Это было действительно великое техническое достижение. Средневековый GPS. Что помогало викингам ориентироваться в море? Это традиция мореплавания. Соединенные Штаты Скандинавии. Америку открыл не Колумб, а викинги. Они его назвали Винланд. В сражениях викинги применяли тактику так называемых «булавочных ударов». На своих кораблях они внезапно нападали на прибрежные города небольшими группами. После чего также внезапно убегали. Своевременно подтянуть сухопутные войска к месту налета растерянный противник просто не успевал. А размещать гарнизоны по всей морской границе было слишком затратно. Тактика выжженной земли. То есть они очень быстро передвигались и на дракарах, и пешком. Сжигали все. Убивали всех. Не потому, что они жестокие особенно. Их тоже убивали, с них шкуры сдирали, когда ловили. Добрые христиане, англичане. И прибивали к дверям церквей. То есть это было, не знаю, они все стоили друг друга. Вот. Но викинги были лучше в этом отношении. Они были просто лучшими воинами. Они лучше работали в группах. Главным преимуществом викингов были их корабли. Это Хьортспринская ладья, выставленная в Национальном музее Дании. Исследователи обнаружили лодку в болотах скандинавского острова Альц в начале 20 века. Каркасу больше двух тысяч лет. Именно это кельтское судно стало прототипом первого Дракара. Создать корабль, который не будет ломаться, протекать, который будет шевелиться вместе с волной, и при этом сохранять свою целостность, это очень сложно. Это было действительно великое техническое достижение. И сейчас оно полностью восстановлено во всех деталях технологии. Дракары неспроста заслужили репутацию лучших кораблей раннего Средневековья. За счет особой технологии укладки и обработки дерева они имели минимальную осадку. Это позволяло ходить по мелководью, там, где никто не ожидал появления вооруженного судна. Классальное преимущество в том, что у вас на корабле сидит 30 вот этих самых викингов. Эти ребята проводят друг с другом многие годы. Они слажены, они работают, они привыкли воевать вместе. Поэтому отряд викингов – это не безумно бегущая орущая толпа, да, заливающаяся свиной. Вот. А это очень жесткая такая военная ячейка, структура с командующим, который каждый человек знает, где его место в строю. Кроме того, викингам приписывают изобретение киля – балки на днище, которое делало конструкцию Баркаса устойчивее. В шторм такое судно уже практически не опрокидывалось. Любой корабль Средиземного моря, ну, собственно, античной цивилизации, он был жесткий и тяжелый. А тяжесть возникала от того, что нужно было обеспечить жесткость конструкции. Викинги сумели построить очень большой, длинный корабль, достаточно, кстати, широкий, потому что есть дракары по 6 метров и даже шире. А вот лежащие на воде – это означает низкий борт. А если вы когда-нибудь гребли, вы понимаете, что каждый метр длины весла, который чем выше борт, тем длиннее весло, причем намного. Чем ниже борт, тем весло короче. И им можно грести одному. Быстроходность и маневренность дракаров обеспечивала уникальная смазка. Перед тем, как спустить судно на воду, с внешней стороны его натирали китовым жиром, навозом и землей. Такая смесь дурно пахла. Возможно, поэтому европейцы и считали викингов вонючими дикарями. У викингов был GPS. Как иначе объяснить их способность безошибочно прокладывать курс? Ведь компасов в то время еще не изобрели. Карт и астролябии у них тоже не имелось. Этот полупрозрачный минерал, напоминающий кусок мыла, на самом деле загадочный навигационный прибор, который использовали викинги в плаваниях. Он представлял собой осколок кальцита и помогал точно ориентироваться на местности вне погоды. Скандинавы называли его «солнечным камнем». Корабль плывет в открытом море. Небо затянуто тучами. Днем, ночью. Ничего не видно, да? Звезд не видно. Солнце не видно. Не понимаешь, как у нас в Петербурге. Ты не понимаешь, где солнце. Ты смотришь через этот солнечный камень, через исландский шпат, предположительно. И ты видишь концентрические круги на небе. Секрет кальцита в том, что он обладает свойством улавливать солнечный свет через плотный туман, густые тучи и даже в течение 40 минут после заката. В средние века скандинавский штурман смотрел на небо сквозь камень и крутил его в руках. За счет эффекта поляризации луч преломлялся и делился на два. Сопоставив их воедино, можно было понять, где находится восток, а где запад, и уже тогда выстраивать маршрут. Это традиция мореплавания и просто передаваемые из уст в уста предания, вплоть до конкретных названий всех ориентиров. Грубо говоря, там два дня огребли, потом доплыли до скалы, на которой было две сосны, похожие на сосну, которая стояла, грубо говоря, или похожие на вороний клюв, там повернули налево, и еще через день увидели вход в устье реки. В апреле 2018 года физики из Будапештского университета в Венгрии смоделировали трехнедельный морской рейс из Норвегии в Гренландию. В качестве навигатора они использовали программу, которая имитирует солнечный камень. Оказалось, он намного точнее магнитного компаса и не уступает современным космическим спутниковым системам. Викинги сели на английский престол. В 11 веке предводитель датчан Свен Виллобородой вторгся в страну, осадил Лондон и принудил горожан сдаться. Его сын Кнут Великий на протяжении трех десятилетий правил сразу тремя монархиями – Англией, Данией и Норвегией. Англия, Дербишер, 1980 год. Близ города Инглиб на территории леса Хитвуд археологи находят массовое захоронение викингов. 59 погребальных курганов, в каждом из которых покоятся десятки воинов. По данным ученых, они служили в Великой языческой армии. В 9 веке это войско завоевало почти всю Британию. Приплыв в Англию, да, сначала они начали Англию грабить, они начали совершать набеги, но потом они поняли, что для того, чтобы совершать набеги, тебе нужно постоянно плавать туда-сюда, а если ты здесь останешься жить, то тебе не нужно будет плавать туда-сюда. И вот сначала они, когда оседают в Англии, они очень быстро стараются с англосаксами найти общий язык. Грандиозной армией руководил Рагнар Лотбок, что в переводе означает «кожаные штаны». Говорили, он имел божественные корни, мог управлять молниями и повелевать морской стихией. В 845 году при нападении на Франкию в составе его войска было 120 кораблей и 5000 викингов. Чтобы сохранить Париж от разрушения, король Карл Лысый заплатил Рагнару 3 тонны серебра. Они завоевали Сицилию. Вот представьте, где Скандинавия, где Сицилия. Они завоевали большую часть Англии. Они отхватили здоровенный кусок Франции. Это были люди, это был народ, народ, который в течение нескольких веков там шел жесточайший естественный отбор, естественно, и выживали только самые лучшие воины. То есть один викинг фактически стоил там, допустим, 10 франков военных, профессиональных. В конечном счете Рагнара Лотброка все равно убили. Правда, в литературе говорится, что спустя некоторое время его сыновья устроили в Европе кровавую резню. С этим как раз королем, который казнил Рагнара Лотброка, поступили, опять же, согласно сагам, очень и очень жестоко. Есть такая, ну вот, спорная довольно вещь, как кровавый орел. Вот раза три или в четыре в скандинавских сагах у нас встречается безумно жестокий вид казни. Это когда человека укладывают на деревянную колоду, специально обученный человек мечом разрезает ему спину, потом берет молоток из зубила, ребра, значит, от позвоночника отбивает, разворачивает их, берет легкие и вынимает их наружу, то, что получается, как такие крылышки. Невероятно, но жажда наживы довела викингов даже до Африки. Там они служили наемниками. В Северной Африке, по большей части, викинги оказывались в составе византийских войск. Потому что существовала вполне себе нормальная практика, ну, как по крайней мере с 11 века она у нас уже появляется, это формирование так называемых варяжских, или как их называли греки, веренгских дружин. Это такой скандинавы на службу византийских императоров. Их все ценили за их боевое искусство, и, соответственно, они там служили. Но главное, именно викинги открыли Америку. Произошло это за 500 лет до прибытия на континент Колумба, примерно в 1000 году. США, Миннесота, Сент-Пол, 2018 год. В самом центре города, рядом с местным Капитолием, есть памятник в честь Лейфа Эриксона. Этот викинг первым достиг берегов американского континента. Подобные статуи установлены в городах Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, в Бостоне в штате Массачусетс и в Милоге в штате Висконсин. Более того, каждый год 9 октября в стране отмечается День Эриксона по фамилии знаменитого скандинавского мореплавателя. Найдено целое поселение викингов в Северной Америке с могилами. Единственное, что вот женский косяк, который найден там, он принадлежит индианке. Но это очень разумное поведение викингов. Не тащить с собой женщин, которые просто превратят все путешествие через Атлантику в кошмар, потому что куда идем, когда придем, когда будем обедать, это катастрофа. А найти женщин на месте, это был правильный ход. Но эта женщина с украшениями скандинавские. В том, что викинги были в Америке, свидетельствуют сразу несколько источников. Сага о гренландцах и сага о Берике Рыжем. В сказаниях упоминается загадочная страна винограда на западном полушарии Земли. На ее реальность указывает и карта, которая попала в руки исследователей в 1957 году в Барселоне. На пожелтевшем пергаменте нарисованы заливы Гудзона и Святого Лаврентия, а также три острова – Исландия, Гвинландия и некий Винлэнд. Споры о подлинности документа не утихают до сих пор. Несмотря на это, сегодня артефакт застрахован на 25 миллионов долларов. Они его назвали Винлэнд. Винлэнд – это земля винограда. И опять же, мы вспоминаем климатический оптику. Действительно, в Ньюфаунленде, а это в Северном Америке, мог расти виноград. В 1960-м норвежский этнограф Хельгия Ингстад обнаружил в Ньюфаунленде, недалеко от деревни Лансон-Миддлс, лагерь древних норманов. В нем сохранились три полуразрушенных здания – кузница, ткацкая и верфь. Плюс там сельскохозяйственные какие-то амбары, там еще что-то. Плюс обязательно, так сказать, сарай для кораблей. Плюс причалы. Речка могла там или ручей идти через город поперек. И в нем там стирали одежду, умывались как бы вот. То есть вот город, типичный город викингов. На этой карте отмечен морской путь Лейфа Эриксона. В его распоряжении был всего один корабль и команда из 30 человек. Однако перед тем, как освоить Ньюфаунленд, он успел высадиться на полуострове Лабрадор и на Баффиновой земле. Таким образом, основав на побережье современной Канады сразу три колонии. Почему они там не прижились, я не знаю. Скорее всего, с ними нехорошо поступили местные жители. Они были, викинги, конечно, были крутые, но их было сравнительно немного, они были оторваны от базы. Но каким образом викинги возникли как класс? И почему они все время странствовали? Неужели только ради прибыли? Дело в том, что в 535 году в мире почти одновременно произошли сразу два мощных извержения вулкана – индонезийского Кракатау и новогвинейского Рабаула. Пыль заволокла солнце, и это вызвало резкое похолодание. Скандинавия – это регион, мягко говоря, не самый плодородный. Есть, конечно, замечательные отечественные фильмы «На камнях растут деревья», но, к сожалению, очень и очень плохо. Количество ртов, которые нужно кормить, растет, а вот как бы откуда всю эту еду взять – это вопрос. Собственно, по большей части, как считается, именно вот этот факт во многом повлиял на то, что действительно скандинавские мужчины довольно большую часть своей жизни проводили именно в различных походах. Из-за взбунтовавшейся стихии на территории средневековой Скандинавии погибли посевы и скот. Чтобы прокормиться, викинги были вынуждены в совершенстве освоить рыболовство. Впоследствии это помогло им стать отменными моряками. Представляете, вам надо проплыть вокруг Европы, на корабле длиной 30 метров, ну, 35 метров, да, вокруг Европы, в шторма, в хорошую погоду, в плохую погоду. Мы летим 4 часа, да, чтобы нам надо перелететь. Они плавали на кораблях, плавали месяцами. И их ждали очень нехорошо там, где они плавали. Их везде пытались пить, но они все равно плыли. Когда климат вернулся в норму, произошел всплеск рождаемости. Чтобы не допустить перенаселения, скандинавам нужно было искать новые земли. Эксперты утверждают, найти на карте Европы страну, в которой не побывали викинги, сегодня практически невозможно. Но почему им всегда и везде сопутствовала удача? Верховный бог викингов, Один, был одноглазым. Это не мешало ему считаться покровителем воинов. В свое небесное воинство Один отбирает лучших из лучших. Именно поэтому он зачастую не спасает героев, а ведет их на верную смерть. В 2014 году американский генетик Дэвид Фаукс выдвинул версию, что Один был вовсе не богом, а всего лишь прогрессивным иностранцем. Правителем гунов с озвученным именем Улдин, который пришел из Азии. Скандинавы поклонялись чужеземцу, потому что в его распоряжении имелись продвинутые технологии кораблестроения, земледелия и изготовления оружия. Когда не могли делать сталь одновременно твердой, то есть закаленной, и гибкой. Ну, потому что, вы знаете, и сейчас перекаленная сталь, сильно углероженная, хрупкая, она сыпется. Не науглероженная, мягкая, она не сыпется, но она и не рубит ничего. И вот добиться этого сочетания замечательные мастера могли специальным методом. У них в середине мяча стояла полоса дамаска, и только кромки были наварены, сильно углеродистые, по краю. Этой технологией никто не мог повторить. Подобную версию еще в 12 веке высказал датский летописец Саксон Грамматик. В своей книге «Деяния датчан» он писал, Тор, Один и другие своим волшебством поражали простых людей и обеспечили себе божественную репутацию. Больше всего поддались заблуждению датчане, норвежцы и шведы. Последствия оказались такими, что скандинавы были искренне убеждены в сверхъестественной силе магов, молились им и почитали их. Смотрите далее. Великий сокрушитель. Существовал ли молот Тора на самом деле? По своим характеристикам он очень напоминает оружие с кинетическим действием. Идол 21 века. Почему современные скандинавы поклоняются богу хитрости? Ну, в общем-то, это неудивительно. Деньги не пахнут. Кто зарабатывает на истории викингов? Там суммы тем самым уходят в десятки и сотни миллионов долларов. Долгое время викинги сильно уступали в развитии скифам, римлянам и кельтам. Но в один момент превзошли их почти во всем. Как им удалось быстро освоить новые знания и умения? Исследователи уверены. На самом деле обрести могущество скандинавам помогли представители инопланетной цивилизации. У современных уфологов возникает устойчивая ассоциация с серыми, греями так называемыми, то есть одной из наций пришельцев. И действительно, они по описаниям напоминают как раз карликов из древнескандинавских мифологий, гномов и вальдин. В скандинавских сагах неоднократно упоминаются всесильные карлики, которые обучали викингов. В книгах утверждается, что они были инженерными гениями и спроектировали для Одина копье гунгнир. Оно могло мгновенно уничтожить армию противника и всегда попадало в цель подобной ракете с лазерным наведением. Еще одно оружие богов – это молот Тора. По своим характеристикам он очень напоминает оружие с кинетическим действием. Этим молотом Тора мог поражать буквально даже горы, то есть разбивать. Практически оно действительно тоже попадает под название высоких технологий, как бы недоступных древним викингам. Более того, в легендах Вальхала описывается как дворец Одина с блестящими стенами и позолоченной крышей. Этот гигантский ангар из металла, похожий на орбитальный корабль. А мифический мост Биврёст, который соединял мир людей Мидгард с обителю богов Асгардом, напоминает межзвездный коридор – Червоточино. За основу, видимо, легли описания Млечных Пути. Это, вероятнее всего, был как раз тоннель в космосе, который связывал Землю и мир пришельцев, через который они проникали на Землю со своими как раз высокотехнологичными артефактами. Сторонники теории инопланетных контактов уверены – в дальние морские походы викинги отправлялись отнюдь не из-за нехватки Земли, а чтобы отыскать своих покровителей, которые исчезли так же внезапно, как и появились. Неоязычники захватывают Исландию. В 2015 году они построили в реке Явике храм в честь богов скандинавской мифологии. Его паства насчитывает около трех тысяч человек – это сотая часть жителей острова. На кадрах мемориальная доска, которую установили в Исландии в честь Свейнбьорна Бейтенсона. 20 лет подряд он был верховным жрецом страны. Сегодня к памятнику приходят сотни людей. И это неудивительно. В 1972 году Рейкьяви признал неоязычество на государственном уровне. Адепты его скандинавского течения – Асатру – почитают Одина и Тора. Другое направление веры – локеанство. Посвящено богу хитрости и обмана. То, что сейчас оказывается на подъеме в неоязычестве кунг-локи, ну, в общем-то, это неудивительно, потому что ты есть нормальный современный айтишник, то, в общем-то, выбирать себе в качестве почитаемого бога, хоть, так сказать, гиперсексуального фрейра, и, так сказать, простоватого, могучего, конечно, ну, доброго по-своему, но в ближайшем, я бы сказала, полном отсутствии интеллектуальных способностей Тора было бы несколько странно. Помимо Исландии, представительство неоязычных скандинавских общин есть в Дании, Норвегии, Испании, Италии и России. Но крупнейшая из них – в США. Правда, эксперты говорят, американцев интересует не возрождение культуры викингов, а деньги. Даже самый небольшой, ну, скажем там, исторический такой фестиваль, он, скажем так, обрабатывает финансовые потоки в миллионы и в десятки миллионов долларов. Если же мы говорим об больших мегаисторических фестивалях и исторических событиях, в которых участвуют десятки тысяч, а иногда до ста тысяч человек и больше, то там суммы тем самым уходят в десятки и сотни миллионов долларов. Американская индустрия развлечений давно зарабатывает на разных исторических эпохах, искусно манипулируя фактами, а иногда и подделывая их. Так нищих африканцев и мексиканцев, которые в 19 веке назывались ковбоями и просто пасли коров, внезапно переформатировали в доблестных борцов с грязными и злобными индейцами. Образ выдумали от и до. Лассо позаимствовали у испанцев, оружие у ганфайтеров – профессиональных охотников за головами. А широкополую белую шляпу вообще создали маркетологи для рекламы сигарет. Так может и викинги-фальшивка, которую умело раскрутил Запад. Письменных свидетельств в той или иной форме об эпохе викингов не осталось. Да, существуют некие рунические письма, существует некий вот этот древний рунический алфавит того времени, но там информации очень мало. Они носят определенный там, ну где-то сакральный, где-то там государственный характер эти надписи, но не носят, ну скажем, надписи не являются фактом глубоких исторических летописей, из которых можно черпать ту или иную информацию. Удивительно, но историки до сих пор не могут ответить на вопрос, куда же пропали викинги. Почему они просуществовали всего три века? Их главным пристанищем была Гренландия. Однако, когда в 16-м столетии европейские корабли причалили к ее берегам, то обнаружили там лишь руины неизвестных поселений. Европа начинает потихоньку из темных веков выходить, государства начинают крепчать, и уже просто так нельзя на нескольких кораблях приплыть в Париж и его ограбить. И это приводит к тому, что вот эта эпоха морских путешествий, грабежей, торговли, с первооткрываний новых семей, она уходит в прошлое. Официальная версия исчезновения викингов более чем странная. Чтобы было где пасти овец, они выжгли леса на острове и остались без стройматериалов и дров для обогрева жилищ. В конечном счете скот все равно вымер, когда трава и дерн в долинах закончились. Так скандинавы лишились молока и мяса. Почему новоиспеченные гренландцы не охотились на морже, тюлени и белух, или хотя бы просто не ловили рыбу, неясно. Ведь этот промысел кормил их десятки лет. Гренландия не выдержала этого всего. Они подорвали ее баланс. Вот там, стадами, там очень, как сказать, там очень слабая была экосистема. Просто стало нечего есть. То есть туда приплыли, а там никого уже нет. Все мирпыли. Так бывает. Эксперты уверены, между викингами и инуитами, коренными жителями Гренландии, лежала огромная культурная пропасть. То есть их смешения исключаются. За 500 лет пребывания на острове народы встречались только пару раз. Поэтому истребление одних другими тоже маловероятно. К тому же археологи не нашли в местах раскопок вообще никакого оружия. А значит, сражаться им было нечем. Смотрите далее. Оружие викингов – подделка. Это такой аналог золотого пистолета колумбийского драгдилера. Государство на экспорт. Откуда пришел новгородский князь Рюрик? Это вообще легендарная личность, его никогда не существовало. Генвоина. Как Запад использует викингов против России? Здесь интерпретировать будут по-разному, спекулировать по-разному. Так может, викингов и правда никогда не существовало? В апреле 2017 года археологи нашли этому косвенное подтверждение. Группа международных ученых во главе с Анной Федриго при помощи новейшего метода исследования нейтронографии просканировали три меча из Национального музея Дании. Оказалось, оружие декоративное. Древние клинки выкованы не из прочной стали, а из хрупкого железа. В бою после первого же удара оно просто сломалось бы. Это такой аналог золотого пистолета колумбийского драгдилера. Он от этого, этот меч ему не будет лучше рубить или сильнее защищать его. Нет, просто к человеку таким мечом никто не полезет. Но если викингов выдумали, то кто? И главное, зачем? Специалисты говорят, это могли сделать, чтобы дискредитировать Россию. В 18 веке немцы Готлиб Байер, Герард Миллер и Август Шлёцер стали активно продвигать так называемую нормандскую теорию происхождения нашей нации. Она предполагала, что Рюрик, который основал Киевскую Русь, выходец из Скандинавии. Сказано, что прибыли Рюрик, Трувор и Синеус. Долгое время путавала теория, что Трувор и Синеус – это не имена личные, а означает то, что он приехал с дружиной и двором. По мнению Байера, Миллера и Шлёцера, в 9 веке предки русского народа призвали из Швеции Рюрика, чтобы он помог им образовать страну. Правда, немецкие историки предпочли не упоминать о том, что в самой Скандинавии государственности не было вплоть до 13-го столетия. Ломоносов против викингов. Великий русский ученый доказал, скандинавские головорезы вовсе не были основателями древнерусского государства. Однако после кончины Ломоносова все материалы научных изысканий бесследно исчезли. Нормандскую теорию эксплуатировали сотни лет. С ее помощью противники Российской империи и СССР пытались очернить славян. Утверждалось, что они потомки кровожадных викингов, сброд без морали и нравственности. Люди второго сорта, которых необходимо искоренять без угрызения совести. Нормандская теория стала и станой, и будет заложником пересечения геополитических интересов, интересов транснациональной корпорации, которые настроены, антироссийские. Это факт. Поэтому здесь интерпретировать будут по-разному, спекулировать по-разному и, соответственно, выставлять, позиционировать в нужном свете агрессивном, русофобском, антироссийском. Адольф Гитлер говорил, организация русского государственного образования не была результатом государственно-политических способностей славянства в России. Напротив, это дивный пример того, как германский элемент проявляет в низшей расе свое умение создавать государство. В течение столетий Россия жила за счет этого германского ядра своих высших правящих классов. Естественно, они были настроены агрессивно по отношению к России, существовали планы и расчленения, и уничтожения в политическом, идеологическом, экономическом, финансовом смыслах этого слова. Поэтому вот и нормандская теория, она всегда будет как бы таким инструментом политических спекуляций, инструментом геополитических игр, причем не только внутри России, но и на мировой политической арене. Удивительно, но сам фюрер величие древних скандинавов признавал. В составе вермахта даже было особое воинское формирование. Пятая танковая дивизия СС «Викинг». Этот область пытаются использовать те или иные воинские формирования, называя себя «викингами», для того, чтобы заранее взять на себя вот эту вот психологическую ауру безудержной жестокости, агрессивности. Западные ученые и сегодня продолжают настаивать на своем. Недавно они заявили, что гапло-группы, по которым устанавливают родство, у русских и викингов частично схожи. Более того, от скандинавов мы якобы унаследовали и некий ген воинов. А потому, по домыслам псевдоисториков, Россия с начала времен бескомпромиссна, нетолерантна и агрессивна, а живут в ней только закоренелые преступники. Наставником крестителя Руси князя Владимира был варяг. За эту версию критики ополчились на отечественный фильм «Викинг». Конспирологи говорят, что его производство финансировал Запад. Утверждают даже, что это часть глобального плана по искажению истории нашей страны. Великобритания, Йорк, август 2017 года. Сотрудники английского викинг-центра трубят в Геллахорн. Гигантский рок, который предвещает наступление скандинавского конца света – Рагнарёк. Даниэль Даглан, историк, курирующий церемонию, уверена, сейчас сбываются древние предзнаменования. Когда продудит рок, буги вступят со злодеями, в битву великую. И там будут чудовищные животные сражаться, змеи там, волки, ледяные великаны. И вот тогда-то мир и погибнет окончательно. И действительно, вы обратите внимание, северное полушарие, где существует такая мифология, имеет все шансы погибнуть и исчезнуть с нашего глобуса. В скандинавском эпосе Эдда сказано, что накануне апокалипсиса сотрутся все границы. Исследователи трактуют это как наступление эры интернета. Рагнарёку должны предшествовать три очень холодные зимы. По некоторым сведениям, именно сейчас наша планета входит в очередной малый ледниковый период. Со дна океана должно подняться гигантское морское чудовище Йормунган. Кстати, в мае 2017 года на берег Индонезии выбросило 15-метрового кальмара. Англичане трубят в Гьялохорн ежегодно. Это всего лишь акция по привлечению посетителей в дом Древней Скандинавии. Однако, если пророчества все-таки сбудутся и Рагнарёк наступит, споры на тему возникновения нашей нации утихнут. Просто потому, что везти будет уже некому. Самым большим счастьем для викинга была смерть в бою. Его душа тут же отправлялась в рай для воинов, в Альхалу. Но лишь для того, чтобы каждое утро начинать новое сражение. И так бесконечно. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть. Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.